Итак, снимаем новое видео. Это Виктория. Виктория, расскажите, пожалуйста, что беспокоит вас, что привело к нам? Меня беспокоят часто головные боли, напряжение, тяжесть какая-то в пояснице, когда много хожу или стою, плюс сутулость. Плохо держу осанку и когда мне нужно напрячься и постоять с ровной спиной, у меня такой дискомфорт. Поясница, опять же, лопатка. Как часто головные боли? Пару раз в неделю. Хорошо, сейчас мы посмотрим. Видимо, от статики поясница болит и там есть тоже какие-то изменения. Сейчас, как всегда, у нас диагностика, потом массаж, мануальная терапия. Все, поехали. Привет. У меня люди в комментариях часто спрашивают, чем можно помочь себе и своим близким с проблемами с позвоночником. Вот что нашел я для себя и для вас. Методика кордус-сакрус эффективна при патологиях с позвоночником. Методика кордус-сакрус основана на принципах мануальной терапии. Она безопасна и нетравматична даже в хронических случаях. Давление аппарата ограничено весом человека. Когда вы ложитесь на аппарат, его анатомические вершины погружаются в глубокие мышцы до 3 см, что снимает спазм как основную причину боли в спине. Методика кордус-сакрус эффективна в борьбе с такими патологиями, как спазмы мышц позвоночника, межпозвоночная грыжа, ущемление седалищного нерва, сколиоз и другие. Заказать изделие вы можете по ссылке в описании со скидкой 10% по промокоду СЕМЕШКА. Итак, смотрим на позвоночник, наклоняйтесь вперед, скругляю спинку и выпрямляюсь. Что мы здесь видим? Видимо уходит таз несколько в левую сторону и позвоночник тоже. И гипертонус идет по правой стороне, гипертонус по левой, гипертонус по правой, то есть небольшое искривление. Эта точка выше, это удаленная от оси позвоночника. Смотрим по углам лопаток, лопатка чуть-чуть правая уходит вправо, левая кзади оттопырена. В целом не серьезные такие нарушения в грудном отделе, поэтому это все легко выровнять можно. Здесь в принципе более-менее нормально. По шее, по шее и пальпаттерна с правой стороны на лестничные мышцы спазмированы и позвонки уходят в правую сторону. Все хорошо, ложимся сюда головой на живот. Я хочу сказать, что мы сейчас будем делать массаж и полное видео по спонсорской подписке. Подписывайтесь, также там обучающие видео и много всего интересного. Все, поехали. Итак, мы вот проделали массаж, выяснили, что тут у нас грудной отдел в серьезном спазме, вот между лопаток и выше до самой шеи. Все так достаточно жестко. Сейчас как раз будем заниматься и грудным, тут у нас есть чем заниматься и поясничком. Поехали. Голову на бок. Щипается чуть-чуть? Больно, но зато полезно. Сейчас поясницу надо. Еще раз, выдох. Так как у нас здесь гипертонус по правой стороне, нам нужно будет как раз грудно-поясничное отдел выровнять таким образом. Хорошая реакция, но нам надо работать. Продолжаем нашу экзакуцию, расслабили мышцы. Ну и еще здесь можно сделать, в принципе, с ногой наши. Тоже туда поясницы, крестец. Вот так вот это выглядит прекрасно. Расслабь, нога, вес ноги на моей руке. Нет, держишь ногу. Сейчас, может быть. Отпусти. Отпусти. Ну, переходим к грудному отделу. Вдох, выдох и расслабились. Продолжайте выдыхать. Прекрасно. Все, отдохни. Обалдеть вообще. Меня как будто сломали все. Не сломали, починили. Сейчас, секундочку. Нет, голову положи, как было. Плечо. Плечо включится, лопатка не существует. Хорошо. В другую сторону голову. Чуть туго тянется, но мы все равно потянем. Давай мне голову, сейчас поставлю как надо. Ручки веду. На другую сторону. Как вы себя чувствуете, Виктория? У меня слов просто нет подходящих. Пока Виктория лежит на животе, мы тут немножко со стопой поработаем, потому что был какой-то ловик колена когда-то. Это отражается и на пояснице впоследствии на стопе. Пока тут с этой стороны все неплохо. Сейчас вижу край, двигаем. А куда? Да. Все нормально. Угу. Сейчас дальше положу это под голову рука. Угу. Все. Так, это сюда. Таз ближе к краю. Ага, нижняя нога ровно. Хорошо. Вот сейчас лучше всего. Некрасно. На эту сторону примерно то же самое. Таз ближе. Угу, нижняя нога ровно. Угу. Так, хорошо. Чуть-чуть вот так. Ну вот. Там подонка 4 наверно так вытянулась сразу. О боже. Просто Вячеслав. Тазобедренный? Не, не. Ага. Хорошо. Другая нога. Скорее место спорта. А, вот тут будет. Там не было, а тут будет. Я слаб. Ой. Ох. Сейчас. Надежда, надо вытянуть тазобедренный. Вот так вот. Потянулась? Угу. Прекрасно. Так, встаем. Спиной ко мне. Руки за голову, замочек. Угу. Так. Да, вот так сначала. Так. То же самое. Ложишься на меня, ноги на месте просто. Прекрасно. Вот так тянется грудной отдел. И вправляется тоже. Ложись на спину. Угу. Чуть-чуть поближе тебя. Угу. Все, опускает. Немного опускает тоже. Угу. Расслаб, расслаб шею. Угу. 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 Дышим, расслабились. Ну. Ну. Неожиданно ничего. Ноги вместе сделай. Угу. Угу. Снимали, сейчас компрессия сильная, еще есть небольшая деформация по грудной клетке, вот эта косточка, сейчас будем декомпрессию сделать, теперь задача вот какая, опускай. Немножко страшно. Ну это так бывает, люди боятся неизвестности, это нормальная тема. Ну как там, вытянулся? Не то слово. Чуть-чуть стало, чуть-чуть выше стало. Да, очень ощутимо, на пару сантиметров точно. Смотрите, тут как раз тот случай, когда нужно верхний грудной клеток потянуть особенно. И у нас будет еще одна декомпрессия, только в другом исполнении. Также челюсть закрой, расслабь голову, она должна быть просто на моих руках. Вот так особенно вытягивается именно верхний грудной клеток в таком исполнении. Так, ну и поясницу, еще одну фишечку покажу, как можно делать. Подними ноги, опустим. Куда нам нужно поясницу подвытянуть. Прекрасно. Сейчас переворачивайся на живот, на локти становись. Все, волосы сюда. Локти вместе. Дай оттуда за это. Подними голову. Прекрасно. Все, можно вставать. Теперь, сейчас послушаю, посмотрели. Наклони голову перед. Только голову. Ага. Так, бывает так, что здесь зажим как раз у нас в верхнем грудном. Ну, компрессию мы сделали. Немножко можно будет здесь подстукнуть. Вдох сделали, гламотки задержали, до храня. Держись. Все хорошо? Хорошо. Хорошо. Расслабь ручку, расслабь ручку. Вот так. Следующую ручку давай расслабляй. Она сгибается вот так, а потом бросается. Все, кисть на месте. Как ощущения? Хорошо. 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 Замечательно. Теперь, после всего этого, может быть, такое легкое грудное окружение. Это остаточно сейчас пройдет. Есть ли какой-то дискомфорт? Ну, чуть-чуть такое побаливает, немножко дешевле. Дешевле? Ну, вот такое вот. А, как потянутые мышцы, да? Такие вещи устраняются другим моментом. Да, садись сюда. На стульчик. Сейчас немножко сделаем. Ну, обычно для слабых мышц. Обычно, когда за голову тянут, могут потянуться и мышцы. Соответственно, для этого надо сделать небольшой такой массаж. Вот здесь натяжение еще у нас осталось. Грудина ключичная, сосцевидная. Так, ложись на спину еще. И двигайся так, чтобы голова свисала. Все, хорошо. Прекрасно. Мышцы, мышцы. Не, положи. Мышцы должны быть максимально расслаблены. Потому что мы когда вправляем, мы все равно тянем их. Сейчас здесь вибрацию проделаем. И они станут полегче. Все, вот опять еще. Все росла? Ничего не делаешь, я просто растягиваю. Вот так. Все. И еще один момент. Угу. Так, все правильно. Садись сюда. Так. Это в другой проекции. Собственно, шея. Та же шея, только по-другому. Твоя задача вот туда вот заваливаешься. Тебе на руку тогда. Ах. Хорошо. И в другую сторону. Расслабь. Тоже забыли, все расслаблены тогда. Прекрасно. Так. Расслабь и почувствовать. Как ты себя чувствуешь? Скажи. Ой. Ну, да. Чуть кружится голова, наверное. А так в целом. Шея. Мышцы шеи прошли. Ну, чуть-чуть вот такое. Полегче. Полегче стало. Чуть как будто, ну, не то что тянет, а вот чувствуется все махинации, скажем так. Что поработали. Да. Что ее размяли. Ну, смотрите. Когда сильно забитые мышцы и давно человек не делал, чем, как правило, могут на следующий день болеть мышцы после манипуляции, массажа. Это нормальная ситуация. Можно ванну принять теплую. Будет полегче. Все. Самочувствие прекрасное. Отлично, да. Легкое. Когда она уже делается, особенно в пояснице, вот везде. А, ну мы можем еще посмотреть, кстати, результат работы. Давайте глянем, что тут у нас. Ну вот, поясничка ровнее стала. Поясничный, еще здесь валик мышечный больше остался, но еще пару раз и он уйдет, в общем-то. А так вот поясница ровнее, точки стали, но мышца еще, валик мышечный остался. Все, всем спасибо. До новых встреч в эфире. Вам тоже спасибо, что согласились на съемку. Все, удачи. Давай. Спасибо за внимание. Ручка